Привет дорогие друзья, на связи Дмитрий Гончаров. В этом видео я хочу с вами рассмотреть три таких важных момента, которые касаются ссылок страниц на Joomla. Мы с вами рассмотрим три момента. Первый момент это создание красивых ссылок в Joomla 3. Второй момент мы с вами удалим цифровой идентификатор из URL-адреса страницы и уберем индекс PHP из URL-адреса. Давайте перейдем на наш демо сайт и я сразу вам покажу, что значит создание красивых ссылок в Joomla. Изначально ссылка на страницу материала у нас выглядит не очень красивым образом. Вот наш демо сайт и вот здесь есть раздел новости. Если мы с вами наведем на эту ссылку, то мы видим в самом низу слева у нас подсвечивается адрес в браузере. Вы видите, да, кафешка.ру slash index.php, знак вопроса, options и пошло название компонента, который используется для создания страницы, категория, блок и идентификационные номера вот этой категории. Также, если мы с вами перейдем по этой ссылке, то мы увидим этот адрес вот в строке браузера. Соответственно, эти технические URL-ы, они не подходят для сайтов, так как они, во-первых, не очень красивые, во-вторых, поисковым системам проще ориентироваться, когда URL-адрес, он короче и состоит из слов, которые отражают суть страницы сайта. Вот мы с вами перешли в категорию. В категории у нас здесь отображается блок статей, правда, в не очень неприглядном виде, но для объяснения материала достаточно. При наведении на заголовок статьи мы с вами видим также, давайте перейдем по ней, вот у нас открылась статья целиком, мы здесь также видим с вами адрес нашей статьи, тоже с техническим URL-ом. Как же нам избавиться от этих некрасивых адресов? Для этого нам нужно с вами зайти в панель управления, раздел «Система», «Общие настройки». И здесь у нас есть такой раздел во вкладке «Сайт», «Параметры SEO». Нам надо с вами включить всех ЧПУ. ЧПУ – это означает человека, понятные URL-ы. Сделаем переключение положения «Да» и попробуем сохранить эти настройки и посмотрим, что у нас изменилось. Возвращаемся на главную страницу через логотип и давайте теперь перейдем в новости. Мы с вами видим, что наш адрес уже стал намного короче и уже отображается как новости. Вот это вот название новости, оно берется из настроек пункта меню. Если мы с вами зайдем в меню, которое используется сейчас на сайте, то мы можем с вами видеть страница «Главная», «Home» и «Новости». Вот этот пункт меню, если мы за него зайдем, у нас здесь есть алиас, который выводится в строке адреса. Соответственно, если мы здесь его изменим, то изменится он и на самом сайте. Этот алиас, он подставляется вместо вот того технического URL-а длинного и тем самым укорачивает нашу ссылку и дает понять, что содержится на этой странице. То есть человек может легко определить, что на этой странице у нас находятся новости. А из той строки адреса, которая была до этого, непонятно ничего. Дальше. Мы с вами сделали ЧПУ-ссылку. Но если мы с вами перейдем сейчас, допустим, на новость какую-либо, первую попавшуюся, мы с вами увидим, что у нас также ссылка стала намного короче, но у нас появляются вот такие вот идентификаторы, которые в принципе ничего не обозначают. Но они обозначают, что это ID материала, но нам они не нужны, они не смотрятся никаким образом. Если мы сейчас вернемся обратно в категорию новости и перейдем, допустим, по вот этой ссылке, статье, у нас здесь уже четверочка. Если у вас будет очень много страниц, то здесь эти цифры будут меняться и так далее. Поэтому их надо тоже убрать. Сейчас это возможно сделать. Раньше такого не было в настройках Джумлы, а сейчас это делается в разделе материалы, менеджер материалов, настройки. И вот здесь вот в настройках менеджера материалов нам нужно с вами перейти на вкладочку интеграции. Здесь у нас с вами есть такой пункт маршрутизация URL. Есть вариант устаревшая и экспериментальный. Поставим с вами экспериментальный вариант. И у нас появляется настройка удалить идентификаторы из URL. Ставим да. Сохраняемся. Возвращаемся на наш сайт, на главную страницу. Переходим в раздел новости и первую статью. Теперь мы с вами видим, что у нас исчезан идентификатор и у нас чистый адрес кафешка.ру, индекс.php, новости и название статьи. Вот мы с вами разобрали первые два пункта из нашего с вами плана. Давайте теперь разберем третий пункт. Это удаление вот этого вот адреса вот этого файла index.php. Для этого нам надо с вами включить в общих настройках системы общей настройки в параметрах seo перенаправление URL. Нажать да. Но прежде чем это сделать, у нас здесь с вами есть подсказка. Вот читаем второй абзац. Там написано внимание пользователей веб-сервера Apache. Прежде чем включать эту опцию, переименуйте файл файл htaccess.txt в .htaccess. Обратите внимание, что имя файла .htaccess начинается с точки и не имеет расширения. Что нам нужно с вами сделать? Нам нужно зайти на свой хостинг, в данном случае это бигет, в раздел с нашего сайта в директорию в корневую. И здесь у нас лежит по умолчанию файл htaccess.txt. Нам нужно с вами его переименовать. Нажимаем переименовать и стираем наше расширение и ставим точку спереди. Таким вот образом у нас становится вот такой файлик. Дальше нам нужно с вами вернуться в наши настройки и просто сделать переключение положение да. Нажимаем сохранить. Возвращаемся на сайт, на главную страницу. Переходим в раздел новости и видим, что у нас пропал индекс .php. Перейдем на статью. У нас пропал также здесь индекс .php и у нас сейчас с вами красивый, человекопонятный уровень. Адрес сайта, категория либо раздел и название материала. Таким образом у нас все материалы с вами стали с нормальными ссылками. У меня на этом все. Не забываем подписываться, ставить лайки и оставлять ваши комментарии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Требенческогоpat immigration Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова